духовные беседы и наставления старца антония священник александр краснов часть 6 закон божий и закон человеческий расскажу тебе один случай свидетелем которому пришлось быть в лагерях погибал священник совсем превратился в доходягу он был такой высокий нескладные робки слабый здоровьем быстро дошел иеромонах до того состояния когда и ноги-то переставлять стало трудно а норму никто не уменьшал наоборот старались нагрузить несчастного без меры как за него не вступались но все без толку ни на легкие работы не тем более в лазарет беднягу не переводили все объясняли тяжестями построения социализма индустриализации коллективизации кроме того необходимостью служителям культа искупать свою вину перед пролетариатом подученные лагерным начальством уголовники поначалу также страшно докучали всем нам особенно отбиранием и без того скудной пищи впрочем и пищей то это трудно было назвать но батюшка жил казалось вопреки всем законам природы он жил хотя как раз он то и жил по законам природы но только не в законах земного бытия смерти с полной верой принимая советы находившихся там старцев он даже благословлял преступников отбиравших еду и они на отобранном у него скудном пайке набирали вес скоро всем в лагере было известно что лучше съесть сухарик из рук молодого папа с благословением чем лишний полный паек украденный или выигранный в карты у такого же заключенного потом произошло следующее батюшка едва дошедший до леса сгона стал свидетелем жесточайших мук уголовника от случившегося заворота кишок бедняга умудрился отобравли украли но съесть просто немыслимое для лагерника количество пищи страдания были ужасны и несчастный умолял охрану хотя бы из одного сострадания пристрелить его уголовники подошли к батюшке и стали просить его помощи священник взял в руку снег благословил его коротко помолился и дал болящему тот было воспринял происходящее за насмешку но уговоры стоявших рядом уголовников возымели свое дело умирающий открыл рот и проглотил кусочек благословенного снега и о чудо буквально через несколько секунд преступнику стало легче а по прошествии получаса уголовник уже встал на ноги я уж не буду говорить что после этого уголовники нас не трогали даже где-то опекали дело не в этом человек жил по законам божьим и естественно они восторжествовали над законами мира сего отец антоний перебиваю старца я уже слышал этот рассказ и говорили что это были вы а это так важно люди всякого наговорят были бы желающие выслушать какая разница в том кто это был важно другое живущий по законам божьим всегда побеждает и бесовские наваждения и суемудрение человеческие вот смотри сейчас все кому не лень ищут виновных в негораздах своей жизни волхователей колдунов и чародеев они причина всех бед они источник всех проблем людских и книги пишут по этому поводу и лекции читают причем на страницах книг словах лекций мне тут как-то кассеты крутили царят две крайности первая такая колдунов как людей общающихся с духами злобы нет и быть не может вторая вера в существование колдунов и полная их всесилия но ведь даже апостольские правила говорят о наличии гадатели волхователи облако отгнателей и предусматривают суровое наказание за подобное нечестие а откроет и деяние мало там описаний борьбы апостолов со слугами духов злобы и победы над ними а а жития святых но вопрос то в другом разве мешало наличие языческого нечестия становлению церкви нет и на жизнь каждого последователя христа влияла степень ревности его к исполнению заповеданного спасителем отнюдь не наговоры не тотче в том случае о котором я тебе рассказал важно не кто победил важно как а победа возможно только исполнением закона божьего закона любви при полном попрани и законов падшего человечества законов смерти один святой древности рассказывал что принял крещение после того как в чужом городе их а воинов новобранцев христиане накормили не спрашивая о вероисповедании предуготавливать же тело и душу к законопослушанию следует постом и молитвой кто поспорит со спасителем слава богу открыто до этого еще не дошло это начнется чуть позже пост и молитва вот лучшие друзья на пути спасения ибо пост усмиряет разжение плоти ее жажду неумеренностью похоти а молитва усмиряет ту же плоть в желании рассеянности и соединяет ее с богом все что вне этого перекладины на лестнице в ад впрочем и лестницы то нет а есть страшное падение в кромешную мглу старец под духовным водительством которого я был почти 10 лет не уставал повторять слова одного святого подвижника лучше дело без слов чем слова без дела если судить по словам наше время время одних праведников кто ж закончил даже какую-нибудь эндскую духовную школу будет рассказывать то что обличила бы его как грешника миряне уже спорят с духовенством слова святоотеческие нанизывая как-то белка грибы на ветки а катастрофы продолжаются и не просто продолжаются но увеличивается их количество со страшной быстротой так где же праведники ведь мы исповедуем неизменность бога и верим святому письму в котором описано как господь миловал города и народы ради избранных своих значит нет тех ради которых стоило бы божьей волей остановить разрушение сотворенная грехами слуг дьявола все борются с чем угодно только не со своим грехом и не со своими страстями сколько было апостолов и верных учеников 100 200 пускай 300 человек горстка исповедующих вере и верой господа иисуса христа а обратили к вере весь мир вдумайся отче жрецы бесовские имели какой огромный опыт общения с нечистой силой и чудеса творили которым люди верили рассказывали о прошлом и предрекали будущее а против всей этой нечисти выступила горстка малограмотных в большинстве своем галилеян но выступила с той верой при которой и горе прикажи передвинется христос воскрес это они несли людям но и сами прежде всего жили в соответствии с истинной вера без дел мертва есть смотри саровский чудотворец он как бы смеется над неумеренностью мира и делами обличает ее мир стремится к наполнению чрева яствами а он ест траву в миру счастьем является возможность безделья он трудится поте лица своего а плоды труда дарит ближним мир занят стяжательством как будто надеясь на вечное пребывание свое на земле а он ставит в келье гроб тысячи и тысячи ученых уже вскоре будут мудрить над тем как бы без бога да с хлебушком быть а он показывает всем нам безмерную глупость такой вавилонской мысли молитесь и все будет молитесь и все будете иметь сохранив верность чистоту мне было страшно он говорил так как будто видел воочию и прошлое и будущее это было какое-то окно в человеческую душу и во все творимое адом ради погубления ее спорить было просто невозможно любое возражение находило ответ и ответ евангельский и святоотеческий поражало и другое все что говорил отец антоний не было спрятано где-то далеко в глубинах богословия нет все это было на поверхности приводимые ним цитаты читаны перечитаны увы не поняты точнее толкование их было использовано на потребу своих слабостей чтоб не сказать страстей и в этом-то и был весь ужас знал верил но не исполнял хотя какая это вера бесы верят и хотя бы трепещут а мы между тем в комнату вошла женщина и напомнила отцу антонию что пора пить чай а мне предложила к ним присоединиться старец благословил и вскоре внесли большой старинный русский самовар самовару сошлись все домашние была непринужденная обстановка женщины копошились возле стола когда все было предуготовлено отец антоний встал возле кровати прочитал молитву и благословил чай он пил уже в кровати полулежа перед этим ему принесли маленькую чашечку какого-то травяного отвара поймал мой несколько удивленный взгляд он сказал травка отче это жизнь это точно господь дал человеку воздравия подкрепление немощи нашей нет хвори телесной которую бы не осилила были на земная а чай вот дело спорное во многих монастырях со строгими уставами запрещали его откушивать тем паче с сахаром в деле отцы у самого отца антония на блюдечке лежал малюсенький кусочек колотого рафинада я в лагерях поистине возлюбил чаепитие продолжал старец нет не сам чай откуда ему там было взяться на праздники что-то подобное давали да и уголовники под конец нет нет и угостят но не к этому душа рвалась а к чаепитию как в нашем родительском доме чтоб за самоваром весь дом собирался и хозяева и братья христовы меньше чтобы текла мирная беседа от которой душа оттаивает а в голове разуму прибавляется после чаепития было чтение евангелия страстей господних читал стоя молодой человек старец молился и лишь изредка вырывались из его уст слова как он страдал отец антоний всегда когда упоминалось или сам упоминал имя господнее крестился приподнимаясь на кровати когда же слова касались пусть даже косвенно страданий спасителя он крестился трижды тихонько шепчай или иисусова молитву или приговаривая как он страдал как правило из глаз его в это время капали слезы после прочтения опять потекла неторопливая беседа я боялся что в силу возраста отец антоний потеряет нить повествования но он продолжал как будто и не отвлекался на разговор о чем-то другом так вот душа моя все сейчас находится в когтистых лапах рассеянности жизнь частная в большом городе начинается только с темнотой при которой и малое искушение превращается в страсть какое уж тут бдите напротив вся жизнь оккультуренная адом направлена на то чтобы заглушить даже слабые голоски совести голоса еще не окончательно погибших душ и что эта культура несет идеи нравственной свободы суть культы вала и астарты культа пьянство разврата обжорство или культа человеческого тела никто ничего нового предложить не может либо языческая рассеянность и неумеренность либо божественная бдительность и осмотрительность в потреблении жизнь основанная на потреблении помню в годы тотального искоренения религии при хрущеве нас собрали на промывку мозгов в райисполком состав приглашенных был весьма показателен духовенство причем в основном сельское вероятно по мысли организаторов она больше всего нуждалась подобном просвещении были также районные лекторы по атеизму и естественно парторге разных организаций лектор с весьма серьезным набором знаний при регалиях из москвы читал лекцию на своеобразную тему название не помню но суть такая все стоны по пол на опасность духовного разложения молодежи ерунда это лишь способ подурманить народные массы и использовать их сквое корыстных интересах но поразительно было даже не столько тема этой лекции сколько удивляли доказательства приводимые присяжным столичным болтуном они сводились к цитатам из письменных источников древних цивилизаций и вавилонских египетских и прочее подлинность цитируемых свидетельств сомнений не вызывало и положение автора и качество материалов ссылки на солидных исследователей древностей суть всего сказанного сводилась к одному все древние авторы сетовали на развращение молодежи а вот вывод московского гостя от приводимого был неожиданен если всегда все сетовали на развращенность нравов а мы люди живем значит и нравственные законы являются выдумкой всегда было плохое но она не может давлеть над жизнью мне бы сидеть и молиться а я грешный не выдержал поднял руку для вопроса говорю так речь-то идет о народах вымерших после них и земли не осталось только одна пустыня вот вам и результат разложения что тут поднялось уж не рад был и сказанному чуть под белые руки не вывели отец антони улыбался погрузившись старые воспоминания а я смотрел на умиротворенное лицо столетнего старца и не мог представить его на том заседании парт рай и прочих истов да еще устроившим такой скандал на лекции подобного высокого уровня человек незнакомый с условиями существования церкви духовенства в тот период не сможет и представить себе все мужество бывшего лагерника пусть и со снятой судимостью осмелившегося на подобную реплику ведь это было время тотальных подписок на лояльность властям проповеди заранее священниками подавались письменном виде благочинным и контролировались уполномоченными но и батюшка а ты не удивляйся отче понял мою мысль продолжал старец нельзя было молчать тогда уже пошло это движение покорности властям во всем и в духовном и в светском слова спасителя кесарева кесарю а богу божье извратили полностью сотворил кесарю все лишь бы только не трогали до приходом городским благословили а с бывших польских ныне советских окатоличных земель вереницей потянулись соискатели сана священника тлетворное воздействие католического духа обрядности и иезуитской хитрости и лжи уже начала разлагать церковь уже начала разлагать церковь которая только-только вышла из периода прямого мученичества и исповедничества и нужно было поддержать верных дать им точку опоры пусть утвердятся один-два но православных не тронутых духом тления и это счастье и эта возможность вывести на путь спасения кого-то из мирян отец антоний замолчал я внимал его молчанию хотелось слушать и слышать слова старца понять его мысли понять все так как он понимал конечно это было желание неисполнимое но даже осознавая это не пропадало желание напитаться плодами духовных трудов его когда он молчал у меня было ощущение сродни ощущению человека мучимого жаждой сидящего возле источника чистой воды и не имеющего возможности удовлетворить свою жажду до сих пор не могу отделаться от угрызений совести мог спросить мог узнать больше но не сделал этого человеку вероятно свойственно это ощущение призрачной вечности неизменности оставляя на потом дело спасения мы оставляем на завтра и возможность общения с людьми не задумываясь о временности земного бытия и тогда находясь возле старца не приходило даже на ум возможность потери этого источника живой воды так вероятно думал и адам в раю потерю можно ощутить только после свершившегося факта какой ребенок может понять потерю родителя это невозможно это выше сил человеческих жаль чтобы не сказать печаль печаль от нашего нежелания воспринимать божественное находящиеся вне зоны человеческого разума